4,5 тонны семян сосны кедровой корейской собрали представители лесничества ЕО в 2020 году. По словам сотрудников природоохранной организации, материала для высадки собрали на 30 килограмм больше, чем предусмотрено лесным планом. Все собранные кедровые орехи заготовлены на территории облучинского лесничества. Далее собранные семена проходят проверку пассивных качеств в Рослесозащита, Центр защиты леса Хабаровского края, где оценивается их качество и иные характеристики. А вот для употребления в пищу кедровый орех можно приобрести на рынке. Там ими торгуют полным ходом. Сейчас стакан можно приобрести рублей за 100, а вот килограмм выйдет в 600. Продавцы признаются, местные покупают их не часто, но много. В основном килограммами есть такое, что бывает 200-300 грамм, но в основном килограммами берут, ну кому как. А бывает даже, кто-то куда-то увозит, примерно, куда-то отвезти надо. Бывает 5-6 килограмм берут, ну пакет полный. Оно по-разному. Увозят или отправляют орехи в Израиль или в западную часть России. А вот самостоятельно собирать стоит с осторожностью. В МЧС сообщили, в прошлом году спасатели выезжали на поиски сборщиков дикоросов более 10 раз. Во-первых, отправляясь в лес, оповестите о своем маршруте родных и близких. Обязательно сообщите время выхода назад. Во-вторых, одевайтесь и экипируйтесь по погоде. В-третьих, возьмите с собой еще кого-нибудь. И если один из вас попадет в беду, то второй сможет вовремя прийти на помощь. И последнее, зимой отправляясь в лес, придерживайтесь своих следов. Кстати, порядок сбора кедровых орехов регулируется областным законом. Собирать можно только с сентября по декабрь и только приспособлениями, не наносящими вред дереву. В противном случае придется выплачивать штраф от 500 до 1000 рублей. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21.